Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня я расскажу вам о киноактрисах 30-х годов прошлого века. К этому времени кинематограф уже обрел стойкую популярность у зрителя и занял свое ведущее место в жизни общества. Кино из низкосортного развлечения для бедных превратилось в самую настоящую фабрику грез для миллионов мужчин и женщин. Заканчивались веселые сумасшедшие 20-е годы, и великий немой кинематограф доживал свои последние дни. Ведь появление звука в кино можно справедливо назвать маленькой революцией. Изменилось все. Драматургия, режиссура, технологии и, конечно же, появился новый тип главных героинь в кино. На смену томным брюнеткам вам и бесшабашным девушкам Флейпер пришли белокурые богини. Марлин Дитрих, Джин Харлоу, Любовь Орлова, Бет Дэвис, Грета Гарба. В великой Грете Гарба было что-то совершенно неуловимое, завораживающее и притягательное. Бездонные голубые глаза с фиолетовым оттенком, вечной печали, фантастически длинные ресницы, изумительная фигура, длинные пальцы. Чувственность прорывалась во всем, в повороте головы, во взгляде, в улыбке. В нее влюблялись миллионы зрителей. Сотни тысяч писали ей письма, подписывая их. Грете Гарба – самой красивой женщине в мире. Тонкая красота актрисы покорила всех. Каких только титулов не удостаивалась Грета Гарба – Джоконда-кинематографа, Снежная королева, Скандинавская красавица. Она родилась 18 сентября 1905 года в Стокгольме в простой семье Карла и Анны Густавсон. Когда девочке исполнилось 13 лет, умирает ее отец, и семья оказывается на грани нищеты. Так что Грета была вынуждена очень рано зарабатывать себе на жизнь. Сначала уборщицей в парикмахерской, потом в банке, а затем устраиваются продавщицей в один из крупнейших универмагов. Однажды хозяину магазина понадобилась реклама новой коллекции шляпок, и он решил использовать в качестве фотомодели симпатичных продавщиц. Самой очаровательной и самой фотогеничной была Грета Густавсон. Ей тут же посоветовали попробовать себя в качестве модели для рекламных роликов. И уже в 1921 году Грета дебютирует в рекламе «Как не нужно одеваться». Ее карьера бурно развивается, и она получает своеобразный грант, оплаченный курс обучения в актерской школе. В тот же период симпатичную девушку приглашают в кино. Сначала она играет в эпизодах, но режиссер Морец Стиллер профессиональным чутьем уловил в юной красавице глубокий талант актрисы. Он дает Грете главную роль в фильме «Сага о Йости Берлинге». Кстати, именно тогда у Греты появился псевдоним Гарба. Его придумал Стиллер, посчитавший, что простая фамилия Густавсон не слишком подходит для звезды кино. Новоиспеченная Гарба мгновенно стала кумиром для всего населения Швеции. А после выхода фильма Стиллера «Безрадостный переулок» Грета обретает еще и европейскую известность. После этого представители киностудии «Мэтра Голденмайер» пригласили режиссера Морриса Стиллера и актрису Грету Гарба в Америку попытаться покорить американский кинорынок. Вопреки ожиданиям, в Голливуде актрисы и режиссер столкнулись с большими трудностями. А про Грету и вовсе забыли. Может быть, и не довелось бы ей покорить Голливуд, но фортуна и здесь не оставила свою любительницу. Исполнительница главной роли в фильме «Поток» заболела накануне съемок, и продюсеры наспех утвердили на ее место шведскую девушку. Картина произвела настоящий фурор. Публика была очарована блистательной игрой Греты Гарба. Хрупкая и нежная, она не походила ни на одну из звезд Голливуда. Она вела аскетический образ жизни, соблюдала строгий режим, вставала в шесть утра, занималась йогой. После завтрака большого стакана фруктового сока шофер отвозил ее на пляж. Там она плавала, потом проходила несколько километров пешком. Из еды предпочитала салаты из сырых овощей, заправленные оливковым маслом. Свой день она заканчивала в семь вечера, когда в Голливуде только начиналась настоящая жизнь. Со встречами, выпивками, любовью. А Грета Гарба ложилась спать. Перед сном она читала преимущественно книги по индийской философии и йоге. Продюсеры и братья Майеры поняли, что нужно ковать железо, пока оно горячо. Тем более подписанный с Гарба контракт позволял им это делать практически за даром. Тут же были сняты несколько картин «Плоть и дьявол, и любовь». Партнером Гарба в этих фильмах был Джон Гилберт, один из самых знаменитых актеров 20-х годов. Любовь между актерами была не только на экране. В 1928 году Гилберт сделал Грете предложение руки и сердца, которое актриса приняла. Однако грандиозная свадьба была сорвана. Актриса буквально сбежала от самого алтаря. Причиной такого шага биографы называют желание Греты сорвать планы братьев Майеров, использовавших свадьбу двух звезд в рекламных целях, и отомстить таким образом за судьбу своего учителя Морица Стиллера, который ни с чем вернулся в Швецию и вскоре умер. Грета Гарба, ставшая самой загадочной голливудской звездой, постепенно начала диктовать киностудиям свои условия. Ее любимым оружием стала фраза «Кажется, я возвращаюсь в Швецию», после которой продюсеры соглашались на новые уступки. В результате, в начале 30-х годов, Гарба заняла на голливудском Олимпе беспрецедентное положение. Помимо огромных гонораров, она получала право самой выбирать сценарии режиссеров и партнеров по фильмам. Кстати, Грета стала одной из немногих звезд немого кино, безболезненно перешедшей в кино звуковое. Она избрала незвездную манеру публичного поведения, никаких интервью, автографов, визитов на премьеры и банкеты. Грета Гарба была самой настоящей, а не придуманной в рекламных целях женщиной-загадкой. Решительно и совершенно неожиданно для всех Грета Гарба ушла из кинематографа. 31 декабря 1941 года в Нью-Йорке был представлен фильм «Двуликая женщина» с Гретой Гарбой. По окончании премьеры актриса воскликнула «Абсурд» и навсегда покинула мир кино, и больше никогда не снималась. Она ушла в 36 лет в зените своей славы. Дальнейшая жизнь Греты Гарба окутана полулегендами. Из рассекреченных архивов стало известно, что Гарба играла самую активную роль в создании разведывательной сети антифашистской коалиции в Скандинавии. Способствовала бегству физикоядерщика Нильса Бора в Америку и спасению многих проживающих в Дании евреев. Известно, что после войны и до конца жизни Грета Гарба жила под вымышленным именем. Тщательно скрывала свою жизнь и общалась лишь с весьма узким кругом людей. Известно, что в конце 40-х годов у нее был роман с британским фотографом и художником, с Эсилом Биттеном. Но никогда она не была замужем. Грету Гарба нанимали вопросы. Почему же она не выходит замуж? Она отвечала шутливо, но с некоторой досадой. Меня никто не хочет взять замуж. Я не умею готовить. Как ни парадоксально звучит, но Грета Гарба была одинокой. Она сама выбрала это одиночество как форму своего существования в этом мире. Она находила удовольствие лишь в просмотре своих старых фильмов. Часто выбор падал на фильм «Королева Христина». Ей нравился фильм «Анна Каренина» 37-го года и «Ниночка». Этот фильм вышел в прокат со слоганом «Грета Гарба смеется». Единственная комедия в творчестве актрисы. Иногда пожилая дама отрывалась от экрана, щелкнув пультом, останавливала стоп-кадр и, помолчав задумчиво, роняла в пустоту. Она была хороша. И вспоминала, как приходила на съемочную площадку, всегда в одиночестве, сосредоточенная исключительно на работе. Кто она? Это не женщина, а какой-то сфинкс. Таковым было мнение окружающих. Символично, что в 1932 году в фильме «Гранд-отель» она произнесла фразу, ставшую знаменитой «Я хочу остаться одна». Она поселилась в своей квартире на одной из вешенебельных улиц Манхэттена и с тех пор выходила лишь для того, чтобы прогуляться или посмотреть на витрины магазинов. Летом она уезжала в свой дом в Швейцарии, где вела столь же замкнутый и одинокий образ жизни, что и в Нью-Йорке. Изредка общалась с детьми, но никогда со взрослыми. Никто не мог взять у нее интервью, и она никому не давала автографы. Голливуд не вписался в жизнь Греты Гарба. Или она не вписалась в жизнь Голливуда. Можно считать по-разному. Когда она выходила в магазин, то представлялась как миссис Браун. Безымянная миссис Браун. У нее была единственная страсть – коллекционирование картин. В основном французских мастеров. Ренуара, Модильяни, Бонара. Про букет цветов Бонара актриса говорила, что один лишь взгляд на эту картину бодрит как глоток шампанского. Единственный человек, с которым Грета Гарба продолжала общаться до самой своей кончины – это ее служанка Клара Кохер. Умерла Грета Гарба 15 апреля 1990 года в возрасте 84 лет. Вот, собственно, и все, что мы доподлинно знаем о жизни одной из величайших актрис в истории кино. Загадка шведского сфинкса так и не разгадана. И возникает вопрос, почему многие красивые и успешные актрисы были глубоко одиноки на вершине Голливудского Олимпа. Об этом загадочном феномене написала в своей книге «Одинокая жизнь» популярная актриса 30-х годов Бет Дэвис. В отличие от Греты Гарба, Бет Дэвис всю свою долгую жизнь посвятила кино. Ее карьера длилась 57 лет. Рут Элизабет Дэвис родилась 5 апреля 1908 года в городке Лоуэли. Отец ушел из семьи, когда Бет и ее сестра Барбара были еще совсем маленькими. Дети остались на руках у матери. Это была на редкость дружная семья. Ни замужество девочек, ни появление у них собственных детей не разрушили душевной близости, необычайной преданности друг другу. В театральную школу Бет не приняли. Ей объявили, что у нее нет таланта. Но девочка проявила упорство и поступила в драматическую школу режиссера Джона Мюррея Андерсона. Через год Андерсон рекомендовал ученицу, которая к тому времени стала именовать себя Бет Дэвис, режиссеру Джорджу Кьюкеру. Так она попала в труппу, ставившую в это время пьесу «Бродвей». Бет играла добросовестно, но Кьюкер ее уволил, хотя видимых причин к этому не было. Это был период сплошных неудач в жизни Дэвис. Она работала в это время билетершей, играла в театре в эпизодах. Первые пробные съемки в Голливуде и полный провал. «Откуда вы взяли это ужасное существо?» С такого вопроса началось знакомство Бета режиссера Сэмюэла Голдвина в 1930 году. Через 12 лет, заплатив актрисе 100 тысяч долларов за участие в фильме «Лисички», Голдвин принесет ей публичные извинения. Однако, несмотря на неудачные пробы, компания «Юниверсал» заключила с ней трехмесячный контракт «Зарплаты 300 долларов в неделю». В своем первом фильме «Дурная слава» она играла добродетельную родственницу героини. Этот же образ она создала в последующих картинах «Семя», «Мост Латерлоу». А осенью 31 года истек срок очередного контракта. Оно вы заключить ей не предложили. Было отчего отчаяться. Но когда ей позвонил известный актер и режиссер Джордж Арлис из Warner Brothers и пригласил ее на главную роль в фильме «Человек, который играл Бога», она решила, что это неудачный розыгрыш. Действительность превзошла все ее ожидания. Арлис окружил молодую актрису с самого начала съемок особым вниманием. Он сыграл роль Бога в ее судьбе. Фильм имел успех, и компания Warner Brothers немедленно предложила ей годовой контракт. Но и здесь Бет Дэвис заключили в жесткие рамки. На этот раз одну за другой ей поручали роли коварных соблазнительниц в фильмах «Богатый всегда с нами», «Темная лошадка», «Трое вместе», «Большое потрясение». Критики даже шутили. Чем стервознее героиня, тем лучше играет Бет Дэвис. Актрисе много не нравилось в Голливуде. Как только могла, она сражалась за роли сложные, неоднозначные. За строптивость ее неоднократно увольняли из Голливуда без права сниматься на других студиях. Тем не менее, за роль в фильме «Опасная» Бет Дэвис получила своего первого Оскара. И героини Бет Дэвис и сама актриса стремились быть первыми. За одним исключением Дэвис не получила роли Скарлетт в «Унесенных ветром». И с ворчанием вспоминала об этом всю жизнь. Чтобы как-то утешить актрису, братья Уорнер решили экранизировать пьесу «Изавель», во многом напоминающую роман Маргарет Митчелл. Режиссер не торопил актрису. Давал столько дублей, сколько нужно было, чтобы достигнуть наибольшей выразительности. В результате Дэвис получила своего второго Оскара. Для актрисы это был экзамен высшей степени мастерства и трудности. Например, на протяжении одной части героиня Бет переживает несколько разных, отличных друг от друга психологических состояний. От лихорадочной нетерпеливости ожидания, через отчаяние и надежду, она переходит к холодной мстительности. Со своей задачей Дэвис справилась блистательно. В 1939 году Бет Дэвис снялась сразу в пяти картинах, в разной степени повторяющих «Изавель». После семи лет работы в Голливуде Бет Дэвис была на гребне славы. Ее сравнивали с Дузе, удостоили титула «Наиболее популярные женщины года» наряду с Элеонорой Рузвельт. Бет Дэвис избрали президентом Американской академии киноискусства. Но она же чувствовала только страшную усталость и отчаяние и одиночество. Личная жизнь не складывалась. Первый брак закончился разводом. Во втором браке муж погиб в результате несчастного случая. Актрисе было 39 лет, когда у нее родилась дочь Барбара. «Впервые в жизни я надела на себя цепи добровольного рабства ради другого существа», напишет Дэвис в своей книге «Одинокая жизнь». Но через год Дэвис вернулась в Голливуд. В этот период, снявшись еще в нескольких мало для нее интересных фильмах, Бет расстается с фирмой Warner Brothers, с которой было связано 19 лет. Эти годы были эпохой не только в ее жизни и судьбе, но и в американском кино. Ибо при всех слабостях сценариев Бет Дэвис создавала собственной, ни на кого не похожий тип голливудской героини. Она ушла от красивости, от эффектных поз. Ее героини были женщинами сильными, страстными, с огромным диапазоном чувств и душевных состояний. В этот сложный для Бет жизненный период ее бросил третий по счету муж. Он женился на няньке собственной дочери, да еще заставил актрису платить ему алименты. И вдруг последовало приглашение от студии «Двадцатый век Фокс». Режиссер Джозеф Манкевич предложил ей роль в фильме «Все о Еве». После съемок она призналась режиссеру Джозефу Манкевичу, что он воскресил ее из мертвых. Дэвис играла стареющую звезду Бродвея Марго Чаннинг, которая не смогла вовремя уйти со сцены. И потому ей пришлось испытать измену поклонников, предательство друзей, наглое высокомерие вчерашней дублевши. Наверное, ни в одну свою героиню не вложила она столько себя настоящей, стареющей актрисы, внешне абсолютно свободной и благополучной, а на самом деле испытывающие чувства неудовлетворенности и душевной смоты. В некоторых сценах, по признанию Бет, ей стоило большого труда, чтобы не забыть, кого она играет, себя или Марго. Одиночество роднило ее с героиней фильма. Дэвис была такой уникальной актрисой, что умела поднимать голливудские мелодрамы до уровня высокой трагедии. О ее уникальном актерском ударовании много писали критики того периода. Когда съемки фильма завершились, Бет вышла замуж за Гарри Мэрилла, который был ее партнером по фильму. Первое, что сделали они, взяли в родильном доме девочку. Ее назвали Марго. Теперь Гарри уезжал на съемки, а Бет оставалась дома с детьми и ждала возвращения мужа в новом доме, который она со вкусом обставила. Дэвис занималась с детьми, хозяйством. Кино, казалось, было оставлено где-то далеко. Но Гарри был недоволен. «Ты ведь Бет Дэвис!» «А я, признаться, думала, что я миссис Мэрилл», – отвечала Бет. Бет Дэвис возвращается в кино. Еще в молодости Бет играла старух. Ей было 30 лет, когда она не побоялась исполнить одну из своих знаменитых ролей – стареющую королеву Елизавету в фильме «Частная жизнь Елизаветы» из Эссекса. А на съемке фильма «Королева Елизаветы» в 1955 году Дэвис к общему ужасу и удивлению явилась с нагло обритой головой, потому что Елизавета Первая была лысой. Но какую борьбу пришлось выдержать актрисе, чтобы появиться на экране безобразные и достоверные? В большинстве ролей Дэвис безжалостна не только к внутреннему облику своих героинь, но и к их внешности. Она показывает их растрепанными, без косметики, обезображенными яростью. Она не щадит ни их, ни себя для правды. Она ссорится с продюсерами, желающими, чтобы на экране красивая женщина страдала и радовалась красиво. Она отважно шла на любые конфликты за справедливость и в жизни. В 1956 году состоялась ее блестящая победа в картине «В центре бури», где она сыграла пожилую библиотекаршу. А вот с картины «Свадебный завтрак» для героини-актрисы настала пора подведения итогов. Бэт Дэвис все чаще выступает в роли любящей, заботливой матери. Огромный успех имел спектакль-дуэт, сыгранный Бэт вместе с Гарри Мэрилом в 1960 году и показанный по многим городам Америки. Он был последней точкой в их совместной жизни. После этого они расстались. Так кончилась эта самая счастливая полоса в жизни Бэт Дэвис. Актриса напишет об этом просто и горестно. Гарри разбил мое сердце. Он убил мечту навсегда. Та маленькая женщина больше не существует. В фильме «Что случилось с Бэби Джейн» Бэт горестно рассказывает еще одну историю неудавшейся жизни. О судьбе бывшей киноактрисы Джейн Хадсон, потерявшей рассудок. Партнершей по фильму была несравненная Джоан Кроуфорд. Дэвис претендовала на премию «Оскар» за лучшую женскую роль, но уступила его Энн Бэнкрофт. В последние годы Дэвис снималась все реже и реже. Ее приглашали, но она чаще отказывалась, прочитав лишь сценарий. Примечательно, что актриса никогда не играла в кино большой драматургии, ни разу не прикоснулась к Шекспиру. Несмотря на это, ее героини стоят рядом с великими трагическими образами. В 87-м году она сыграла в своем последнем фильме «Августовские киты». За свою долгую жизнь Бэт Дэвис исполнила около ста ролей. В памяти поколений она останется как первая леди американского кино. Бэт Дэвис умерла в октябре 1989 года в Париже. Красивые и талантливые, белокорые богини, покорив вершину киноолимпа, заплатили за свой успех одиночеством и душевными муками. Но они оставили в истории Голливуда свой неповторимый и блистательный след. Таков магнетизм обаяния уникального дара далеких и забытых звезд. На этом позвольте с вами попрощаться. До новых встреч на перекрестках истории кино.